Школьники нескольких сельских школ сегодня остались без праздника. Повод отложить первый звонок есть, и он приятный. Подробности у Регины Васильчук. Никого, абсолютно никого 1 сентября в школе села Красный Виноград. Дети этой школы сегодня самые счастливые, потому что их лето, хоть и неофициально, но все-таки продлится на недельку. Линейку перенесли на 6 сентября, а все потому, что администрация школы поехала получать в Тирасполь новенькие школьные автобусы. И пока мы их ждем, можем пообщаться с детьми. Рада, что сегодня не было 1 сентября, только честно скажи. Нет. Не рада, скажи, я хотела в школу. Хотела в школу уже? Да. А что там делать будешь? Не учиться. У нас соскучилась, соскучилась. А как тут не соскучишься из развлечений в селе Велосипед, но на трех сельских улицах сильно не покатаешься. Живность, хотя это уже скорее обязанность. Ну и поездка в город со взрослыми раз в две недели в магазин. В селе своего магазина нет. Елизавета живет с бабушкой в селе Афанасьевка. Родители на заработках. До школы, которая в соседнем селе километров 7, добираться туда тот еще квест. Останавливаться у нас возле клуба в селе Афанасьевка. Там есть клуб, остановка наша. Там они ждут 5-10 минут. Добираться на автобус. Правда, автобус был у нас немножко старенький, но добирались дети. Вот тот самый старенький автобус. В школу он попал, когда его списали с какого-то предприятия. Машину, как смогли, отремонтировали. И вот уже 15 лет она развозит детей. Когда ломается, а такое бывает часто, бабушка Елизаветы нанимает машину. До школы рублей 30 в одну сторону. А вот из соседнего села Калиновка дети частенько идут пешком. Идти всего-то 3 километра. Проспал ты, значит, на каких-то 10 минут. Опоздал на школьный автобус. А сегодня контрольная, которую пропускать никак нельзя. Вот и приходится. 3 километра по такой дороге. Под ногами камни, сбоку поле с кукурузой. А за плечами тяжелый рюкзак. Вот он какой, гранит науки. А зимой, если сломается, тоже пешком шли? Нет, зимой мы шли домой. Потому что холодно. Это Виталина. Она и два ее брата живут в Калиновке. Пешком в школу ходят только, когда тепло. Зимой мама не отпускает, переживает. А вот Ирина Ивановна позволить себе такого не может. Она работает поваром в детском саду. На рабочем месте должна быть в 6 утра. Автобус выезжает гораздо позже. Приходится ходить пешком и летом, и зимой. Что делать? Дети должны быть накормлены. Зимой по 5-го выходила. Я шла пешком. Сюда добиралась через снега. Через ветер. Снегопады. И рис видела, и зайцев. Но волка видела, что прыжка там на автобусе ехали. Перебегал через дорогу. Да, здорово. Но он там прыжки в одном, два прыжка, и он через дорогу перепрыжал. Заведующей Галине Петровне каждый день приходилось переживать. Доберутся ли до сада работники, довезет ли автобус детей. Теперь это все в прошлом. Казалось бы, обычный школьный автобус. Но сколько проблем он может решить, начиная от безопасности детей, заканчивая обычным комфортом. Очень круто. Автобус мягкий. Не как старые, старые кочки все чувствовала. Регина Всельчук, Игорь Мацута, ТСС.